Здравствуйте! Сегодня я с вами поделюсь рецептом приготовления люля-кебаб. Голоса моему не пугайтесь, я немножко простужена, но не показать вам этот рецепт не могу. Мне сегодня рассказали, посиделились секретом, как это делается. Сейчас покажу, что у меня получилось и расскажу, как я это сделала. Вот такие люля-кебаб у нас получились. Делается это из говядины, куриного филе, лука и сала. Пропорции следующие. Говядины на килограмм идет, филе курицы где-то пол килограмма и грамм 400 сала, свиного сала. Плюс большая, две большие луковицы. Все, сюда больше добавляется только еще соль, перец черный и паприка. Больше ничего сюда не идет. Когда фарш нужно делать очень таким, либо желательно рубленное, конечно, мясо, но можно пропускать через мясорубку, через большие отверстия, как я делала я. Перемешивала все ингредиенты, очень тщательно нужно вымешивать и после этого ложится в морозилку на два часа. Когда он начинает прихватываться, его достаешь из морозилки, лепишь форму люля-кебаб. Они лепятся хорошо, ничего не рассыпается. И такие колбаски складываются в холодильник еще на пару часов. Потом уже из холодильника достаете и протыкаете шампуром. Вот, как видите, нигде ничего у нас не опадает. Ровненькая, красивая форма. Пожарим, посмотрим еще. Вод у нас сегодня в Крыму пасмурно. Прогуляемся, пока у нас горит костер. Покажу вам, какая у нас погода. Листики уже падают. Но цветут розы. И даже еще не зацвели дубки. Все впереди. Продолжает зреть инжир. Айва. До сих пор у нас есть еще виноград. Персик уже закончился. Вот такой вот у нас шашлычок жарится. Дымок. Уже начинает капать жирок. И, в принципе, так вот он у нас готов, можно сказать, уже. Такой вот он у нас получился. Румяный, сочный и очень вкусный. Так что рецепт удался. Рекомендую попробовать. Пока-пока.